Время заглянуть в календарь и познакомиться с этим днём. У нас сегодня 6 сентября. Да, всё верно, Ксюша, поэтому сегодня День Рыжих. Обладателей огненных волос и забавных конопушек стоит, правда, отметить, что в году аж несколько дней рыженьких можно встретить информацию о том, что существует Всемирный День Рыжих 26 мая и Международный День Рыжих Людей, празднование которого выпадает, кстати, на послезавтра, на 8 сентября. И мы рады поздравить и сегодня, и в любой другой день. Да, друзья, поздравляем. А ещё все влюблённые в небо люди отмечают 6 сентября. Сегодня День полётов над землёй, причём не обязательно отмечать этот праздник каким-то экстримом. Люди часто летают, например, во сне. О, я это делаю. Да, или воспаряют, если уж не телом, то душой во время знакомства с произведениями искусства, при написании стихов, картин. Да, всё верно. Поэтому нужно сегодня покататься в честь этого праздника на качелях или купить билет на колесо обозрения и постараться, подобно птице, подняться как можно выше на землю. Ведь ничто не сравнится с радостью полёта и ощущением свободного парения. А в народном календаре Евтихий-Тихий. Наши предки наблюдали за погодой. День должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. Ну, в первую неделю сентября семена просто льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Ну, если на Евтихия шёл дождь, это предвещало сухую осень, и хороший урожай на следующий год. Ой, а именины знаешь у кого? А у кого? Именины в этот день отмечают у нас Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Пётр. Поздравляем! Поздравляем!